Слава Богу, сегодня утро, первая Ниссана, 5778 года. Слава Богу, с Новым годом! 17 марта сегодня, в гражданском летноисчислении, 2018 год. Прямая трансляция, вот сейчас включаюсь в прямой трансляции, запускаю прямой эфир. Слава Тебе, Господь, Бог Всевышний! Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Всех приветствую, кто сейчас подключается и кто в записи будет смотреть. Сегодня я чуть позже включаю утреннюю молитву, трансляцию с утренней молитвой. Вчера допоздна были, вот, я был на программе вчера, вот, и на программе «Еврейский взгляд». Слава Богу! Потом уже прибыл домой уже, вот, и, знаете, вот, молился и Бога благодарил за, действительно, вот этот еврейский взгляд. Слава Богу! Хорошая программа, мне очень понравилось, такое есть внутреннее удовлетворение, вот, от этой программы вчерашней. Да, и хочу всех поздравить с Новым годом наступившим. Так, немного необычно звучит, конечно, хотя, если вы в Киеве, то вы меня понимаете, да, здесь вчера вечером столько снегу насыпало, ночью, вчера как раз после уже программы «Еврейский взгляд», значит, ночью уже, заполночь уже был дома. Вот, и все в снегу, все белым-бело, ночью-то, и сегодня с утра выглянул в окошко, все белым-бело кругом. Но не поэтому я поздравляю вас с Новым годом, потому что сегодня первая Ниссана 5778 года, если считать отцетворение мира, отцетворение Вселенной, отцетворение наших пращуров, нашего пра-пра-пра-отца Адама и пра-матери Евы. И сегодня первая Ниссана. В гражданском календаре сегодня 17 марта, 2018 год. И почему я говорю вот с Новым годом, сегодня поздравляю всех вас с новым счастьем. Как говорится, дело в том, что сам Всевышний, Всесильный Бог наш, наш Небесный Отец, Ют-Хей-Вав-Хей, наш Егова, Бог Авраама, Исаака-Якова, он однажды воскликнул. Маше, к Моисею, ко всему Израилю, месяц сей, да будет началом всех месяцев года у вас. То есть, какая-то некая перемена календаря происходит. Произошла Небесный Календарь. Знаете, есть календарь отцетворения мира, именно непосредственно отцетворение Адама, от начала мироздания. Это осенний календарь. Йом-Труа праздник, который Бог тоже дал, значит, Роша-Шанама называем. Но, в общем-то, есть Роша-Шанама, вот та осенняя, а есть Роша-Шанама, вот весенняя теперь. Так что, есть Божий Календарь. Их несколько новых годов, будем договорить. Ну, как, допустим, есть Гражданский Новый Год, да, вот в январе у нас, значит, празднуется, 1 января. Да, у нас есть учебный Новый Год, начало учебного Нового Года у нас в сентябре, 1 сентября, даже День Знаний называется, да, у нас. Вот, как бы, и поэтому Новый Год, Новый Год деревьев в Израиле принят, допустим, да, такой весьма патриотичный Новый Год, когда все высаживают деревья, молимся за растительный весь мир, благоставляем весь растительный мир, да, мы питаемся от него, вот, и хорошо его и благоставлять, молиться за весь растительный мир, вот. Вот, это же тоже творение всесильного Бога нашего, вот, деревья, кустарники, все, все травку, муравку, все благоставляем, слава Богу, вот, и есть, вот, Новый Год, там, ноты я назвал, да, Йом Труа, от сотворения нашего про отца Адама и про матери Евы, вот, от них. Но, вот, весенний Новый Год, еще один, казалось бы, зачем и так уже много новых годов, как бы, вот, а, кстати, в древности еще ввели, значит, исчисление, там, лет от, допустим, царствования, там, такого-то императора, начало царствования такого-то императора, вот, в древних этих, вот, летописи, в древних этих книгах всегда об этом говорится. Какой-то император-тиран начал править, допустим, и он начинает лет исчисление от своего творения. Из-за этого некоторая путаница возникала, конечно, в древности. Головоломка для современных исследователей. Но, оказывается, у Бога есть тоже свой взгляд на, вот, происходящее и на календарь, и на Новый Год. У него есть свой Новый Год, у Бога нашего есть свой Новый Год, и он, как ни странно это, повелел ввести исчисление мероприятия. Месяцев, года, нет, даже сотворение, значит, хотя это, вполне, думаю, ему приемлемо и радостно, что от начала творения, от Адама и Евы, значит, мы ведем исчисление лет. Вот уже, я говорю, 5778 в библейском исчислении. Да, интересно, конечно. Вот, но особенно удивительно, что его исчисление, его божеский взгляд на ход всей мировой истории, он уникален. Он заявляет, что исчисление месяцев, года, пусть у вас будет от исхода, от дня исхода, от месяца исхода. Вот сегодня первая Ниссана, сегодня не просто новомесячие, не просто начало нового месяца, лунного календаря. Ну, пасмурно, в общем-то, ночью было тоже, я думал, он уже как раз в полночь возвращался домой. И, значит, и думал, ну, наверное, если будет хотя бы какой-то просвет, луну увижу, он как бы маленький-маленький серп такой, зарождающийся луну. Ну, было пасмурно. Вот, и пока не предвещается такой светлой погоды, сейчас снегопад. У нас в Киеве сегодня снегопад. Все белым-бело за окном, все прекрасно. Я, наверное, даже выйду, сделаю пару таких кадров, таких очень красиво все сосны. Вот этот Киото парк, здесь прямо под моими окнами, красивейшее место вообще. И белым-бело все. Нарядно, чисто. Как вот вспоминается в местописании, что вот если грехи будут как багряные, это как убелюбит, как снег сделаю вообще, потрясающе. Так что сегодня у нас снежный Ниссан. Снежный Ниссан. Ну, Ниссан, месяц Ниссан. Ну, вообще-то это, можно сказать, просто первый месяц. В общем-то, без названий даже. Или Авиф. Авиф встречается название такое. Ниссан, название, которое, ну, прилипло уже к этому месяцу. Будем так говорить, в израильском народе. Ну, как бы и по традиции мы его вспоминаем. Тоже это название. Ниссан для автолюбителей это хорошие японские машины, надежные, да. Значит, но для... Если автолюбителей это марка автомобиль, да, как бы, ну, как фирма, да, автомобильная, японский автопром, вспоминается сразу, то для именно любителей Господа Бога и для любителей Его Слова, Святого, любителей Библии, Ниссан ассоциируется с месяцем Исхода, с нашей Пасхой, с нашим выходом из рабства нашего. Слава Богу! Слава всемогущему Богу! Благодарю тебя, Господь, всемогущий Бог наш, Бог Авраама, Ютхэй, Вавхэй, Егова, Бог всесильный, подлинно всесильный Бог. Благодарю тебя за это новомесячие, за месяц этот, первый месяц, который мы называем Ниссаном. Бог всемогущий. Благодарю тебя за этот снежный Ниссан здесь, в Киеве. Спасибо, что сегодня даже так вот странно, все белым-бело, Господь, Боже, но я благодарю тебя, Господь всемогущий, что действительно ты белее снега делаешь нас, Господь. И в этот месяц, Боже, когда ты вывел нас из рабства нашего, Боже, спасибо тебе, Господь. Ты вывел нас в свободу нашу, Господь. Всемогущий, наша свобода, это ты, Господь. И для меня, как новозаветного верующего, Боже всемогущий, моя Пасха, это твой Сын, Христос Иисус. Это твой Сын, твой Агнец, закланный за меня. Моя Пасха, это твой Единородный, мой старший брат. Боже всемогущий, я благодарю тебя, Господь, мой друг, мой Искупитель, мой Господь, мой Спаситель. Благодарю тебя, Небесный Отец, за чудо Пасхи. Благодарю тебя за ту Пасху, что ты совершил тогда в Египте, Господь, Боже всемогущий. Но наипаче, благодарю тебя, Боже всемогущий, этим утром, за ту Пасху, которую ты совершил 2000 лет назад. И которую совершаешь сейчас, в наш час, в наше время. Благодарю тебя, Господь, что это наша Пасха, закланная за нас, от века закланный Агнец Божий, твой святой Агнец. Благодарю тебя, что ни золотом, серебром, никакими ценностями, всеми сокровищами этого мира нельзя было выкупить нас. Искупить мир от греха, дать нам свет, но драгоценной кровью Христа, чистого и непорочного твоего Агнеца. Мы искуплены от суетной жизни, от греха, проклятия безогоний, болезни, нищеты. Ты, Боже, от всего уродства этого мира, лежащего в возле, Бог, именно кровью Агнеца Твоего, Боже, спасибо, Господь. И первозданная красота этого мира, сотворенного Тобой, Боже, вновь раскрывается через Твою любовь, через Твое сердце, через кровь Агнеца Иисуса Христа, закланного за нас и за весь этот мир. И во Христе, Иисусе, Ты примирил с Собою весь этот мир. Слава Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Бог Всемогущий. Благодарю Тебя и славлю Тебя. Аминь. Слава Богу. Вчера я был в программе «Еврейский взгляд». Друзья, меня благоставили после программы такой халой. Эта хала прямо оттуда, со студии. Это не бутафорные, как некоторые могут подумать, эти халы для сцены. Это настоящая хала. Куплена хала была. Я так понимаю, синагогальная хала. И очень вкусно пахнет хлебушек. Очень вкусно пахнет. Слава Богу. Вот. И эту халу сегодня я хочу как раз преломить. Вот. И субботняя хала с еврейского взгляда. Еврейский взгляд самый точный, самый правильный. Потому что это библейский взгляд. Потому что это взгляд, который от самого Господа Бога. Все могущего, всесильного Бога нашего. Слава Тебе, Господь. И сегодня преломляю хлеб, поднимаю эту чашу и благодарю Бога Всесильного. Благословен Бог наш, Царь Вселенной. Благодарю Тебя, Господь, за все. Благодарю Тебя за этот шаббат. И я говорю Тебе, Боже Всесильный, шаббат, шалом, суббота и мир. Субботний мир, Господь, спасибо Тебе. Шаббат шалом, мой отец. Шаббат шалом, сын. Шаббат шалом, Дух Святый. Шаббат шалом, братья и сестры. Шаббат шалом, моя семья. Шаббат шалом, друзья. Кто подключается. Ну и все, кто в записи, потом будет смотреть это все. Шаббат шалом, друзья. Мир всем вам. Субботний святой мир. Благословен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Благословен Бог наш, давший нам хлеб из земли. Боже, спасибо, Господи. Благословенный Бог наш отныне и вовек. Аминь. Шаббат шалом, друзья. Ну и с Новым Годом. С новым месячем. Первого месяца. Если отчитываем мы от Ниссана. Месяц Исхода. И прямо с наступлением этого месяца. Со вчерашнего вечера. И сегодняшнего утра. Обновилась милость Господня. Это месяц радости. Месяц свободы. Стойте в свободе, которую даровал нам Спаситель наш Иисус Христос. Ишуа Машиах. Эта свобода ни с чем не сравнима. Эта свобода Духа. О, Царство Духа Святаго. Эта свобода. Жизнь наша. Спасибо, Господь. Бог показывает тем самым, что Он ненавидит рабство. Он не Бог рабов. Он Бог свободных. А если брать рабство, настоящая свобода быть рабом Бога. И в этом настоящая свобода. Вот, казалось бы, парадоксальное заявление такое. Свобода через кровь Христа. Я помню, такой псалом пели вот как раз в 90-е. Мне очень понравился этот псалом. Свобода через кровь Агнца Божьего Иисуса Христа Ишуа. Свобода через кровь Христа. Свобода через кровь Христа. Агнца Божьего. Свобода через кровь Христа. Свобода через кровь Христа. Силы тьмы трепещут. Они побеждены. Дух, душа и тело совершенно спасены. Есть совершенная свобода. Свобода через кровь Христа. Силы тьмы трепещут. Они побеждены. Дух, душа и тело совершенно спасены. Есть совершенная свобода. Свобода через кровь Христа. Спасибо, Боже, всемогущий. Спасибо, Господь. Слава Тебе. Благодарю Тебя, Господь, что через кровь святую Твою, Боже, и ломимое тело Твое. Боже, я совершенно прощен, исцелен, освобожден, благоставлен. Боже, благодарю Тебя, Господь, за победу Твою. За воскресение Твое. Через, действительно, Боже, Твою любовь, Боже, мы обрели спасение и жизнь. Вечное спасибо, Господь. Через святую Твою любовь, Господь, Ты примирил с собой мир во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Благословение, Господне, всех вам. Дорогие друзья, благоставляю. Я хочу еще вот на этот утренний час молитвы такой еще кое-что прочесть. Значит, хочу так из... Я хочу прочесть вопрос один и ответить на него. Здесь пришел мне вопрос от одной сестры из Иркутска. Елена Демьяновских пишет. Мне пишут на e-mail, пишут, значит, вот как раз вот эти сообщения тоже. Вот я вижу их. Елена Демьяновских из Иркутска. Пишет. Здравствуйте, Сергей. Смотрел одно видео из предпасхальных бесед. Вот вечерние мои беседы я веду вечером. Сегодня тоже вечером продолжу. В 6 часов вечера по киевскому времени. Значит, и сестра пишет, значит, что видел одно из этих бесед предпасхальных, где вы совершали хлебопреломление, ага, и предлагали принять участие тем, кто смотрит вас. Да, я всегда так делаю, стараюсь так вот, как бы, провоцировать к этому, по крайней мере, призывать к этому, да. Есть ли какие-то правила, а, есть ли какие-то правила проведения хлебопреломления? Кто их определил? И почему только служитель это может делать? Если у вас есть время, есть видео на эту тему, то дайте ссылку. Спасибо. И еще, когда возникло исповедание грехов перед служителем. Ага, вот так вот. Значит, да, Елена Демьяновских из Иркутска. Слава Богу, так что и иркутские верующие нас смотрят. Слава Богу, в Иркутске я бывал, но служил я там раз только. А так я служил в Иркутской этой области. Усолье Сибирское, мне особенно запомнилось Усолье Сибирское. Вот, мы приезжали в Бурятские села и, в общем-то, в Иркутской области я больше служил. Ангарск, город, там тоже служил я Словом Божьим в собрании. Да, мне понравилось тоже служение. Поэтому иркутских я там хорошо знаю. Но потом, к сожалению, значит, теперь многие церкви там боятся меня приглашать. Вот, там замначальника ФСБ, значит, по Иркутской области, тогда, значит, лет 10 назад еще собирал там служителей, там, пастырей, там, значит, и один из священников был там православных, значит, и он, значит, строго-настрого там, значит, запрещал, что мы здесь журавлевщины не допустим, имея в виду меня, представляете? Одним словом, запрещал служителям, значит, там, приглашать меня. Вплоть до того, что, значит, что, если что, значит, отнимут там здания церковные, вот, значит, там, недвижимость, значит, там, и будут всякие пакости делать. Ну, и пастыри протестантские многие испугались, к сожалению, многие испугались. Есть там, конечно, такие смелые, отчаянные такие, да, в Боге люди, вот, и действительно любящие. Но, вот, знаете, если приезжаю, то уже так инкогнито, без реклам, без объявлений, просто проповедую, значит, значит, в основном в собраниях таких нерегистрированных церквей, нерегистрированных бесятников, допустим, вот таких полу- или подпольных таких собраний. Вот, к сожалению, ну, я не мастер конспирации, и, честно говоря, не очень люблю подобное служение, но, как бы, ну, порой жизнь вынуждает, вот, и, знаете ли, такие тайные собрания такие. Но это не от того, что мы там что-то таим, там, что-то прячем, там, нет, просто, ну, из-за того, что гонители наши, вот так вот, знаете ли, порой восстают. Но я верю, что Господь, Он действительно милости в Бог, и пусть Бог благоставит гонителей всех, гулителей тех, кто уже не раз пытался и убить меня, значит, там, и заказывали меня, значит, там, и все, и всякие напасти творят, как в этом тоже подобном, ситуации были подобны не раз уже. Но, знаете ли, когда у нас в доме был обыск, значит, пришли, значит, там, в Туле следователи, аж три следователя по особо важным делам, и один был там как раз связан с этими убийствами всякими вообще, там, ну, настолько страшно было, что десятки людей, там, несколько автомобилей, там, значит, там, все обыск, все смотрят, все просматривают, забирают компьютеры. Кстати, сколько лет прошло, до сих пор не вернули ничего. Вот, значит, и представляете, и там один из этих следователей, или кто он там, значит, там, их несколько был человек, говорит, ну, вот, нищета, они рассчитывали, что раз архиепископ, значит, там, значит, и раз, значит, там, значит, что-то есть там, какие-то золото, бриллианты или что-то еще. А все наше золото, бриллианты, это вот-вот, наши дети, и все, значит, ну, в хрущевской трехкомнатной квартире, И, значит, там, ну, она такая маленькая, что там на кухне, здесь кухня хорошая, большая, а там-то кухня у нас там дома-то, что там вдвоем уже тесно уже, вот. Вот, и, значит, и, по сути, там двухкомнатная, потому что одна комната такая прохода, и там мы же все живем, значит, там, получается, шестеро детей, мы вдвоем, значит, коты наши, вот. Они, конечно, увидели, ну, для них это просто нищета, вот они посмотрели, следователи, короче, вот тебе архиепископ. Вот, кстати, это даже меня спасло, до них еще, там, примерно в это же время меня, там, местная епархия заказала, значит, и тот человек, который должен был меня убить, оказывается, он не сделал это по нескольким причинам. И одна из них, вот, то, что он увидел, заказали архиепископ, он думал, архиепископ, ну, где он там живет, а в хрущевке, вот, там передали, вот, сраная хрущевка какая-то, и он там, короче, он побоялся Бога, что, вот, это точно, вот, святой человек, вот. То есть, вот, ну, я не то, что хвалюсь, а просто говорю, что, значит, что, вот, значит, хвалюсь Господом и рассказываю, что это происходит. Вот, значит, ну, значит, по поводу просто Иркутска, вот, у меня вот такие вот воспоминания сейчас навеялись, вот, о гонениях. Я верю, что и легально смогу в Иркутске, не только нелегально, а так вот полуподпольно проповедовать Слово Божье там у вас, но, надеюсь, иркутские верующие будут иметь мужество все-таки и легально меня пригласить, значит, а гонители, и, в частности, тот замначальник ФСБ, значит, я думаю, что должны понять, что мое слово, евангельское слово, и это не подрывная какая-то работа. Слово Божье, оно подрывает, знаете ли, что подрывает? Подрывает коррупцию, оно подрывает бандитизм, оно подрывает криминал, оно подрывает все устои твердыни мира сего, в плохом смысле этого слова, мира сего, вот, и наоборот, то есть, если, допустим, структура определенная, да, если они на страже коррупции, на страже бандитизма, на страже криминала, а непорядочных людей, то тогда да, конечно, да, они тогда ухо востро должны держать, но если они носят меч не для того, чтобы наказывать делающих добро и поощрять делающих зло, а если власть действительно Божье поручение выполняет правильно и действительно носят меч, как написано в Библии, чтобы наказывать делающих зло и поощрять делающих добро, вот тогда бояться нечего, тогда слава Богу все, тогда мы на одной стороне будем договорить, слава Богу, вот, и молюсь сегодня, конечно, о духовном пробуждении и здесь в Украине, и в России, и в Белоруссии, и в других странах бывшего безбожного этого атеистического Советского Союза. Да, но ближе к вопросу, значит, сам вопрос, еще раз, что по поводу обрядов, каких-то церемоний, обрядов вот этого хлебопреломления, есть много установлений, кстати, там же, в Иркутске, я помню, установления были разные тоже, и в Уссолье Сибирском, значит, и в Ангарске, значит, там, ну, в Ангарске такая церковь больше харизматическая такая, я так понимаю, вот, и там больше так, простоты больше такой, но все равно есть какой-то порядок, какая-то церемония определенная, какие-то правила определенные, вот, допустим, одно из правил, сестра из Иркутска, она и написала, что почему должны только лишь служители делать это, вот, вот, я скажу сразу, что никаких правил Библия нам не оставляет специфически таких, вот, что, значит, действительно, каждый верующий совершает хлебопреломление причастия в хористике, мужчина, женщина, вообще, каждый верующий, если по-настоящему, не по-нарожку, если, а по-правдушному верующий человек, то он служитель, служитель Божий, и здесь нет никакой разницы, мужчина ты или женщина, ты один день в Господе, или ты уже, ну, там, лет 60-70 уже трудишься на Ниве Божьей, как христианин, как Тейл Осборн приезжал сюда в Киев, значит, всемирно известный евангелист, значит, и это было вот в 97-м году, 98-й год уже был, и я был как раз на его конференции здесь, вот на правом берегу, там, забыл, как называется, ну, неважно, короче, там, где Берестейская, там где-то, вот, значит, и он проводил, там, значит, конференцию, и он как раз и говорил, что каждый верующий, это действительно служитель Божий, вот, и это не просто отдельные категории, группы граждан, это действительно все верующие, есть понимание всеобщего священства, сегодня оно раскрывается постепенно и в протестантском мире, особенно активно в протестантском мире, конечно, и в католическом мире, у нас в православном мире это все очень с большим скрипом раскрывается, в основном это раскрывается сейчас, если брать православный мир, это в США, церкви православные различные, вот, Американская Автокефальная Церковь Православная, в частности, там, другие церкви православные, Вселенского Патриархата Греческого, значит, и в самой Греции, вот, в Финляндии православная церковь тоже раскрывается, вот, постепенно вот эта идея именно всеобщего священства раскрывается, то есть, я имею в виду, что участие, не важно ты в рясе, с крестом, по ноге, там, значит, там, рук положен, перерук положен, там, что-то еще, какие манипуляции с тобой делали, во что-то наряжаешься, это не важно же, вот, по одежке, да, встречают порой, но, как бы, Бог смотрит действительно на самую суть твою, если кто Духа Христова не имеет, тот вообще не его, как бы он ни назывался, в какие бы он в одежке ни рядился вообще, вот, значит, поэтому важно, вот, единственное условие для хлебопреломления, единственное условие, я повторяю, лишь одно условие есть, это любить Бога, принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя Господа, все, других условий никаких нет абсолютно, вот, значит, и рассуждать о теле Христа, о теле Господнем, это очень важно, архиважно, в Средневековье, вот, еще сестра спрашивает здесь же, как раз в этом же вопросе, что, значит, исповедание грехов перед служителем, вот, примерно тогда же возникла и подобная практика, примерно, вот, тоже в Средневековье, значит, что практика всевозможных церемоний манипуляций, нет, правда, литургическое такое, значит, литургическое богословие возникло, это уже времен Каппадокийцев, я так думаю, конец, четвертый, начало пятого столетия, одним словом, это не изначально христианское, это уже традиция уже, так как, когда христианство становилось, превращалось в государственную религию, о государственную религию, вот тогда как раз это все происходило, все эти манипуляции происходили, вот, а хребопреломление, просто берите, это все, что говорит, допустим, значит, не знаю, ну, ты не можешь кушать, тебе нужно с ложечки кормить кому-то всегда, нет, ты должен сам это кушать, преломляешь хлеб и с верой в Иисуса Христа совершаешь это, вот, нет, конечно, если в вашей церкви есть правила определенные, там, значит, я не хочу, там, как бы, влезать в чужой монастырь, как говорится, со своим уставом, если вы, допустим, держите свои конфессии, там, баптистские, там, или песятнические, или адвентистские, там, или какой, у вас есть свой порядок определенный, да, свой устав, свое предание, это все хорошо, как бы, каждая церковь вырабатывает какие-то свои предания, у нас православие свои предания, допустим, да, но я как реформатор смотрю, что наши предания, все религиозные, церковные предания старцев, будем так говорить, да, переданные нам, вот, как бы, они не должны ни в коем разе, вот, быть над Словом Божьим, выше Бога, выше Божьего повеления, Божьего Слова, вот, и это большая беда, что у нас в православии, что в католицизме, что в протестантизме, ну, протестантов, кто протестанты это? Это те же самые католики и православные, что вышли из традиционализма, вот, поэтому большинство протестантов, они даже это не скрывают, что они, как бы, многое что переняли от православия, от католицизма, И во многом сохраняют многие постановления. Даже если ругают иконы, и такие вульгарные грехи вскрывают, как икона почитания, допустим, почитания мощей, многобожия, молитва разным святым. Вот такие вульгарные, большие грехи обличают. А все остальное, в основном, многие другие проблемы большинство протестантов принимают за милую душу. И особенно в уст не дует, и большинство протестантов даже вопрос не задает, как правило, откуда у нас это предание, почему, зачем. А ведь это же как бы беда такая человеческая. Просто человеку удобнее жить в своей скорлупе, своей динаминации, конфессии. Уютно себя чувствуешь, чисто по плоти. Но духу нет. Духу свободу, чтобы действительно нужна реформация. Она здесь совершается в разуме, в первую очередь, и здесь в сердце. Прежде самого себя реформировать надо. Это так говорил еще Антонин Горновский, архиепископ, в начале 20-го столетия. Один из лидеров православного обновленческого движения, реформаторского, в тогдашнем СССР. Ну, еще в Царской России, потом уже в СССР. Вот, он умер в 27-м году. И он как раз утверждал, что прежде нужно реформировать самого себя. Сознание, сердце свое. Вот эта перестройка, переделка, действительно, вот, значит, не просто церковная реформация. Да, то есть реформация начинается с меня. Слава Богу. Братья и сестры, дорогие друзья, благоставляю всех вас благоставений. Поэтому, собираясь, допустим, один-то в дороге, да, один верующий, никого нету, просто приломи хлеб. Возьми, налей себе, даже если нету, вина нету, сока нету, просто налей водички. Возьми хлебушка, помолись. Потому что причастие совершается, я это каждый раз говорю, что оно совершается не просто устами. То, что входит в нас, в уста наши, да, в нас входит, но оно не может осквернить нас. И тем более не может осветить нас никак. Ничто из того, что мы едим, пьем, значит, оно не может нас не осветить, не сделать хуже и лучше. Ну, физически чисто, да, но что касается духа, души нет. Вот, но, а что же можно осквернить и, значит, или, наоборот, осветить? То, что исходит отсюда и отсюда. Из нашей души, из сердца. Вот это. И поэтому размышление о теле Христа, причастие совершается здесь и здесь, совершается в душе нашей, в сердце нашем, Евхаристия Божественная. Ну вот, и здесь, значит, конечно, да, используется наш такой основной инстинкт, вот это и есть. Да, значит, мы только появляемся в этот мир, первый день мы еще только родились еще, Бог вывел нас из утробы нашей матери. Вот, и у нас первое, что пробуждается, да, значит, надо есть, чтобы жить. Вот так вот. Вот, и именно этот основной инстинкт, значит, вот Бог как раз и использует, значит, Господь говорит, ешьте это тело мое, пейте это кровь моя, размышляйте об этом. Все, что вы, как вы едите, едите, меня едите, со мной едите, в благодарности, благодарность. Я борщ ем, я ем Христа. Вот, простите, ну, может, для кого-то это странное сравнение, там. Я, все, ем хлебушек, пряник там, я ем Христа. Кстати, здесь вот, я говорю, что, значит, мы снимали квартиру на Киото, а там, значит, мы снимали квартиру на этом, как это называется, Малышка, Андрей Малышка, где метро Черниковская, прямо возле метро Черниковская. Вот, значит, и, знаете, дети там, говорю, таскали, ну, маленькая была квартирка, вообще маленькая, крохотная, малосемейка там. Вот, там сидячая ванна такая, значит, там одна комната такая, там только лишь кровать только, мы там спали только, там, в принципе, находиться очень трудно было все вместе. Ну, там мало было детей у нас еще, у нас было только трое детей, наш четвертый ребенок, Татьяна, там родилась как раз у нас. Вот, ну, как мало детей, это уже достаточно, да, но не шестеро еще. Вот, и, значит, и дети туда с кухни таскают пряники, мы вдвоем на кухне, вот, ютимся там плечом к плечу, там мы вдвоем на кухне уже совсем уже плечом к плечу, что называется. Вот, значит, и дети молоко, и пряники мы как раз купили здесь на рынке юность, значит, и они таскают туда в комнату, ну, я решил посмотреть, что они там делают вообще. Вот, значит, смотрю, они куклу рассадили, вот, значит, медведей кукол, значит, Серафим сидел там, значит, наш сын тогда младший, значит, сидел там среди этих кукол медведей, вот, единственный такой прихожанин такой, да, вот, значит, и, значит, остальные прихожане все были куклы медведей, вот, значит, и там Коля, он был как у нас, как старший сын, как проповедник, там, значит, Библию взял, там, правда, квертормашками, ну он еще совсем дитя был маленький и вроде как проповедовал что-то говорит что-то о Христе, о крови Христа, молодец вот Настя, самая старшая у нас она там заводила была всем руководила парадом, значит, как пасторство вроде, вроде как бы там вот, значит, меня увидели, опа, вы, приходи, садись короче, играет в хлебопреломление причастие, ну, молодцы, хорошая игра вот, значит, и преломляют хлеб этот, ну, пряники эти дают, значит, там, молоко вот, значит, куклам ну, сами за место куклы едят, конечно вот, значит, и я тоже взял пряник, молоко ну, для меня это, вроде как, игра всего лишь, но, знаете ли, вот это присутствие Бога было, вот, незабываемое и, действительно, что для меня это была, как бы поначалу эта игра была, поначалу, но для Бога это было, действительно, причастие очень дело, вот, и я пережил Бога очень сильно в тот день значит, и моя теология во многом она поменялась, благодаря этому причастию вот, молоком и пряниками вот, и это было в 97-м году еще 97 год казалось бы значит сколько времени 20 прошло вот знаете больше уже даже вот значит и знаете вот конечно размышлял размышлял насчет и по слову божьему причастие и христи божественное это действительно на таинство в традиционном православии вот если брать в котором я вырос значит как служитель вот первый лет 10 я служил там в традиционном православии в русской православной церкви московского патриархата то конечно там причастие вообще только в храме только на мощах должно быть значит там насчет на но на фрагментах тела человеческого вообще страшная история вообще откровенный культизм и вот понимаете ли тоже канон тоже предание уже тысячелетние предания полутора тысячелетние предания представляете вот так вот попробует и сдвинь поэтому то что у протестантов реформа нужна значит это как бы одна беда но то что у нас реформа нужна это совершенно другая уже беда это намного больше у нас проблем то больше будет протестантам легче реформироваться в чем-то тем более они как правило ну в большинстве своем легки на ногу в этом отношении вот наше болото расшевелить это очень сложно и это сам лично знаю самому это очень сложно осознать знаете ли попробуй я помню как мне было сложно вообще осознать что можно причастие совершать значит без мощей без останков без трупа человеческого я для меня это одно и другое было настолько совместимо нам же чем промывали мозги вообще ой как вспомню и до сих пор бога благодарю хотя уже больше 20 лет уже я реформатор евангелист значит православный миссионер и значит и действительно уже тружусь больше 20 лет как православный реформатор но до сих пор знаете бога очень сильно благодарю я за то что меня вытащил из такого болота из такой мерзости из такого культизма религиозного что просто когда об этом думаешь думаешь господи да за что мне такое счастье боже спасибо тебе боже всемогущий на самом деле спасибо огромное за эту благодать спасибо за жизнь вечную спасибо за действительно что-то вытащил меня не дал мне погибнуть в аде религиозном этом болоте мракобесии спасибо тебе господь за все вот и я очень признателен ему и мое служение во многом мотива моего служения всегда является вот это чувство благодарности к богу за его спасение за жизнь вечную за то что он вытащил меня из религиозного болота мракобесия вот и насчет и здесь же когда мы жили на малышке я видел сновидение одно вот значит мне снился сон я видел как во сне эту грязь страшную грязь которую меня вытащил эту грязь религиозного культизма всяком всевозможного мракобесия когда я молился там к богородице к другим умершим святым к ангелам насколько это грязно мерзко глаза всемогущего бога когда я целовал иконы мощи целовал трупы останки святых этих какая-то мерзость в глазах бога всемогущего я это все видел в этом сне когда я молился за упокой там многие обряды совершал традиции эти которые в глазах бога они прогневляют всевышнего бога но бог терпеливый он долго терпеливо многомилостивый он истинный он любящий бог он действительно есть любовь он терпел меня ждал моего покаяния он обр он обратил меня на путь истины вернул меня на путь евангельский на путь библейский и знаете ли во сне я видел эту грязь эту она была настолько страшной я знал что-то моя грязь мог где-то внутри меня от подсказывал что-то моя грязь которого меня вытащил знаете ли она была еще грязнее чем грязь других людей с которых он достает их вот и знаете ли что я слышал во сне тихий голос но во сне он несколько раз по был повторен этот голос несколько раз одно и то же повторил во сне для того чтобы спасти тебя мне понадобилось больше усилий чем для того чтобы спасти наркомана алкоголик или проститутку держи что ты сейчас имеешь дороже тем что ты сейчас имеешь и так было сказано несколько раз подряд то, что не запомнить это было невозможно просто напросто и когда я проснулся и я только было подумал только была мысль пришла что надо же что мне приснилось сегодня тот же самый голос я уже не спал совершенно Я уже проснулся, моментально проснулся, знаете, пришел в себя после сна. Но тот же самый голос, так же тихо, но уже не во сне, а в яве, уже наяву. Я слышал, лежа на подушке, лежа на кровати, я слышал тот же голос, тихо-тихо, как будто моя мысль, но это явно не моя мысль. Так же тихо он сказал, как и во сне, то же самое, слово в слово. Я уже не мог это уже подумать дальше, что надо же, что мне приснилось. Вот так вот. Я верю, что Господь нас в целом, в смысле как православие, вселенское православие, каноничные, неканоничные, второканоничные церкви, разные, неважно какие там юрисдикции, нас всех повытаскивает из страшного болота, из страшного религиозного мракобесия, религиозного культизма. Я об этом много рассказываю. И вот вопрос хлебопреломления, один из вопросов как раз. Все, я совершаю, уже больше 20 лет причастия совершаю без мощей, без религиозных всяких акульных этих вещей. Вот, я совершаю в простоте. И чем дальше, все больше пересматривают вопрос для себя. Для меня Христос, причастие Евхаристии, вот я вдыхаю, выдыхаю, для меня это причастие, я дышу Господом. Даже однажды стихи такие написал, вот они просто вырвались из сердца. Дышу Тобой, живу Тобой, Господь, Ты мой покров живой, стал Ты моей новой судьбой, живу Тобой, дышу Тобой. Вот такое, я не поэт, но иногда вот такое, знаете, наполняет и хочется это излить именно в стихах. Потому что в прозе оно не получается уже, когда вот, представляете, в небесах, как мы будем с Господом в стихах изливать свое сердце, свою душу. Спасибо Господу. В музыке, спасибо Боже. Значит, в живописи, в рисунке, в композиции, во всем, просто живой Бог всемогущий. Спасибо Тебе, Господь. Благостави, Боже, всех нас в этот утренний час. Боже, и я вспомнил сегодня гонителей, и тех, кто замышлял, и замышляет убийство, и тех, кто клевещет и запрещает. Боже, я прошу, Господь, благостави, Боже, помилуй, Господь, просвети, Боже, всемогущий во имя Иисуса Христа. Боже, Ты заповедал нам и любить ведь, и прощать, и благоставлять. Но без Тебя мы не можем этого сделать, Боже. Сами по себе, мы, даже верующими будучи, мы не можем этого сделать, только лишь в Тебе находясь, когда Ты в нас, а мы в Тебе. И чем глубже Ты в нас, и чем глубже мы в Тебе, тем, Боже, действительно, нам проще все это делать, потому что это не Свою силу, но Твою, Боже. И действительно, мы любим любовью Иисуса Христа всех наших врагов. Аминь. Аминь. Всех наших гонителей, убийц, всех, кто клевещет и гонит нас. Мы любим любовью Твоей, Иисус Христос, Боже всемогущий, и благоставляем во имя Иисуса Христа. Я благоставляю любовью Иисуса Христа всех и убийц, всех насильников, всех, кто клевещет и гонит Церковь Божью во имя Иисуса Христа. Начиная с политиков самых великих, заканчивая с самыми неизвестными людьми. Но всех благоставляю во имя Господне. Аминь. Боже, и моя вторая молитва за тех, кто запутался в сетях религиозного мракобесия, религиозного культизма, особенно за священнослужителей, Боже, молю Тебя. Ты спас мою душу, Господь, и здесь, Боже, здесь, в Киеве, Ты показал мне это 20 лет назад, показал мне это во сне. И Ты сказал, что для того, чтобы спасти меня, Тебе понадобилось больше усилий, чем для того, чтобы спасти наркомана, алкоголика или проститутку. И Ты сказал мне во сне, а потом и в Яве уже, чтобы я дорожил тем, что я сейчас имею, держал то, что я сейчас имею. Боже, я держу это и дорожу этим, Боже, и молю Тебя, Господь, по этому слову, Боже, спаси, Господь. Спаси, Боже, из всякого этого мракобесия, из этого ада. Спаси священнослужителей. Спаси, мои братья, Господь, Боже, как Ты меня спас. Соверши в их судьбах еще больше чудеса, чем даже в моей жизни, Боже. Намного больше чудеса Божьего спасения во имя Иисуса Христа, Господь. Я люблю моих братьев и благоставляю Божий всемогущий. Люблю моих братьев, благоставляю всех православных священнослужителей, Божий всемогущий во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. И пусть даже вот этот вопрос, что прозвучал сегодня о хлебопреломлении, Боже, пусть он совершается в простоте, Господь. Пусть и у нас в православии, хотя это очень сложно, чисто по-человечески невозможно. Человекам это невозможно, Господь, но Тебе это все возможно. Ты всемогущий Бог. Благослови, Господь. И пусть Господь действительно и хлебопреломление причастия в Харистии Божественном совершается в такой первозданной евангельской простоте, Господь. В библейской чистоте. Слава Тебе, Боже всемогущий. Помоги реформироваться и нашим братьям-протестантам, Господи католикам. Боже всемогущий. Слава Тебе, Боже, за тот процесс, который уже идет глобально, всемирно в теле Твоем. Возвращение к первоапостольской чистоте и святости, Боже. Возвращение к целомудрию библейскому. Возвращение к первой нашей любви. Слава Тебе, Господь, Боже всемогущий. И пусть этот шаббат и это новолетие, Боже, действительно, этот месяц исхода будет исходом, Господь Боже. И для миллионов-миллионов верующих, разных конфессий, разных динаминаций, потому что ни одна конфессиональная перегородка не может закрыть нас от Тебя, от Тебя, от нас и нас друг от друга. Боже, потому что Твоя любовь, она проникает везде, Господь, и всюду. Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь, Бог наш всемогущий. Аллилуйя. Аминь. 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 Хоу. Хоу. Спасибо, Господь. Ну и, дамы и господа, братья и сестры, шаббат шалом. Мир Господний, мир Божий. Наслаждаюсь этим миром. Наслаждайтесь, друзья, этим миром сейчас. Немерую дает Бог Духа. Спасибо, Господи, за все. Субботний мир, шаббат, шаббат, шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, 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 шалом. Субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шалом От Авину Хай, От Авину Хай Наш Отец Небесный, Он Святой Юд Хей Вав Хей, Живой Иегова От Авину Хай, Наш Отец Живой Всемогущий и Всесильный, Наш Отец Живой От Авину, От Авину, От Авину Хай От Авину, Наш Отец Небесный, Он Живой Ам Израиль Хай, Народ наш Жив Народ Израиля Живой Ам Израиль, Ам Израиль, Ам Израиль Хай Мы живы, потому что Ты живой. Мы живые, потому что наш Отец живой. Ам-Исраэль, 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 хай, хай. Благослови Господь Израиль, Боже, в этом году отмечающий 70-летие со дня образования, со дня возрождения еврейского государства. Спасибо, Господь. Это праздник всех евреев и всех, для кого Библия – это не пустое слово, а Божье, святое Твое слово. Спасибо, Господи, Боже всемогущий. Слово Твое живо и действенно, и оно действительно исполняется всегда. Слава Тебе, Господь, Боже. Даже спустя столетия, спустя тысячелетия, мы видим, что действительно Слово Твое, оно живо и действенно. На примере Израиля мы это видим. Благослови Иерусалим, столицу еврейского государства. Благослови, Господь, Боже, это чудо великое нашего времени. Боже, возрожденный Израиль и возрожденную еврейскую столицу. Слава Тебе, Господь. Благослови, Господь, Иерусалим. Слава Тебе, Господь, Иерусалим. Слава Тебе, Господь, Иерусалим. Слава Тебе, Господь, Иерусалим. Шаббат, шалом, субботний мир. Шаббат, 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 шалом. Ниссана, напоминаю, 5778 года. О сотворении мира. Первый Ниссана, хотя мы обычно отчитываем от нашего праотца Адама, от месяца Чешри мы его называем. Рош-Хашана именуем праздник, хотя он в Библии называется Йом-Труа, праздник трубного зова. Но когда совершался великий исход, в Торе указано, что Бог сам всесильный сказал, что месяц сей, вот этот наступивший сегодня месяц, первое число сегодня Ниссана, да будет начало месяца всего года. В Божьем взгляде на календарь, есть множество разных взглядов на календарь, но в Божьем высшнем, всевышнем взгляде Всевышнего Бога, именно сегодняшний день, именно сегодняшний наступивший месяц является первым во всем году. Спасибо Господь, потому что Он Бог свободы, Он Бог действительно выхода из рабства, Он действительно есть воскресение наше и жизнь наша. Слава Богу Всесильному. Благоставляю вас благословением священников, дамы и господа, братья и сестры, благословением коэнов. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светом лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Благословит Тебя Господь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым мы спасены, которым спасаемся. Слава Иисусу Христу. Навеки слава Богу Святому. Аминь. Благословляю всех вас и пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлёв. Первая Ниссана, 5778 года. Ну а в гражданском летосчислении сегодня 17 марта 2018 года. Первая Ниссана, у нас в Киеве снегопад. Красота, снежный Ниссан. О, снежная Пасха приближается, слава Богу. В полнолуние этого месяца мы совершаем великий исход, воспоминания этого исхода и переживаем снова и снова паки и паки это благословение. Напоминаю, что пасхальная ночь святая Господня, именно Божьей Пасхи, не православной, не католической, не протестантской, не просто даже еврейской какой, нет. А именно Божьей, Господней Пасхи, это в этом году с 14 на 15 Ниссана выпадает ночь бдения, ночь любви, ночь исхода, Пасхи с 30 на 31 марта. Будем хрустеть мацой, я уже запасаюсь мацой. Вот здесь уже купил мацы себе, там ещё несколько коробок польской мацы. Просто в супермаркете зайдите в синагогу, не поленитесь, спросите мацу. И скажите, мне нужно купить мацу. И пасхальный седр совершаем опресниками, а потом, никакой закваски, всю неделю весело хрустим мацой, будем так говорить. И получается, мацой мы хрустим в этом году с 31 марта, получается, в нашем исчислении гражданском, до 7 апреля. Неделя опресночная, хрустим мацой. И как говорил доктор Изя, и ешьте побольше мацы. И ешьте побольше мацы. И мац, знаете ли, это хлеб бедности, скромности. Это нам не помешает никогда, значит, скромность. А бедность наша, да, бедные, но всех обогащаем. Действительно, удивительно, Бог, Он благ, и Он во Христе обогатил нас своим богатством, которое порой в этом мире кажется нищетой. Знаете ли, я напоминаю, когда к нам пришли следователи, смотрели, для них это просто нищета. Один даже сказал, что как бы, я не помню, как-то сказал, или беднота, или нищета, как-то так сказал, высказался так в полголоса. Но это я услышал. Но для них, они так, у них это на лицах было написано. Они пришли, посмотрели, живет архиепископ. Такая вот, ну, как потом это говорил, сраная хрущевка. Значит, вот, для них это нищета, нищеброды просто мы, для них. Но самое интересное, да, у этих следователей, значит, большие особняки, у них там дорогие машины, значит, у этих, значит, чекистов, значит, у них там все вроде, да, собачек они там своих на этих возят, на этих, на самолетах, значит, там, или там уточек, там, дом имеют для уточек. Вот, ну, и всякие глупости творят. Золотые унитазы делают, всякие прочие. Но, на самом деле, настоящее богатство не в этом. Этот мир, он совершенно не понимает, мир, лежащий во злении, совершенно не понимает, в чем настоящее богатство. Они называют нищету, называют богатством, представляете? Но мы называем все своими именами. Богатство, настоящее богатство, это Бог святой. И только лишь в Бога богатеющий, он действительно Божий обеспечитель и Божий, даже не имея ничего, всех обогащаешь. Вот так вот, слава Богу. Наше богатство, это сам Иисус Христос. Это богаче всех богачей на земле человек, который имеет Господа. Как написано в книге «Песни песней», значит, я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне. Спасибо Господу за все. Так что, до встречи. Сегодня вечером подключайтесь, ну, и утром на молитву в 6 утра, а вечером в 6 вечера на семинар. Аллилуйя, аллилуйя.